через сайт госуслуг. Герой нашего следующего сюжета решил сэкономить и время, и деньги, но не тут-то было. Подробности у Натальи Жуковой. Дмитрий Гупала с цифровыми технологиями на «ты», когда потребовалось получить новое водительское удостоверение, сразу решил оформить через госуслуги. Тем более, что с 1 января 2017 года госпошлину можно заплатить на сайте со скидкой в 30%. Все, как положено, заплатил госпошлину через этот сервис, собрался, документы отправил и ждал своей очереди. Когда пришел в назначенное время, оказалось, что в ГИБДД не видят оплатежку. Мне пришлось ехать в «Газпромбанк», чтобы подтверждать то, что я оплатил. Этого тюменец никак не ожидал, ведь он рассчитывал, что получение услуги через электронный сервис сэкономит ему и время, и деньги. А получилось наоборот – потратил три дня. Да и в банке, по словам Дмитрия, удивились необходимости подтверждать оплату. В наш офис обращались клиенты с просьбой подтвердить платежи, которые они совершали на портале госуслуг. Несмотря на то, что действия федерального закона 210 не обязывают кредитную организацию делать какие-либо подтверждения, мы пошли на встречу с клиентом и подтвердили все платежи, которые они совершали на сайте. Редакция «Тюменского времени» решила разобраться в ситуации. Мы попросили в ГИБДД прокомментировать данный инцидент. ГИБДД очень активно популяризирует получение госуслуг в электронном виде. Как только стало известно об этих технических неполадках, сразу об этом было сообщено на федеральный уровень. И выяснилось, в подобной ситуации оказались не только тюменцы. Проблемы возникли при взаимодействии двух федеральных информационных систем. Это система управления Министерством внутренних дел и система, собственно, портала государственных услуг в Минкомсвязи. Где-то в процессе интеграции возникли проблемы. Соответственно, после того, как мы узнали об этой ситуации, оперативно подключились на региональном уровне. Оказалось, ошибка с прохождением платежа возникла при подаче заявления с сайта госуслуг. Исправить неполадки удалось лишь коллегиально, причем буквально за сутки. На сегодняшний день мы можем сказать, что ситуация устранена в полном объеме. Граждане могут получать абсолютно без промедления услугу. Подать заявку на получение водительского удостоверения через госуслуги достаточно просто. Если вы уже зарегистрированы на сайте, весь алгоритм указан. И если верить информации, то вся процедура займет буквально 10 минут. А госпошлину вместо 2000 рублей обойдется на 600 рублей дешевле. Электронная услуга уже пользуется популярностью у тюменцев. Тем более сейчас, когда все неполадки исправлены. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Тюменское время. Где будут усиленно дежурить автоинспекторы и зачем мусульманки Илутровска вышли на связь с Америкой?